Сегодня несколько слов скажу об ударах с замахом Многие интересуются, спрашивают, стоит ли бить с замахом Ну сразу однозначно отвечу на этот вопрос, да стоит Когда мы учимся классически боксировать, нас учат прижимать руки Учат бить коротко, аккуратно, чтобы удары проходили по своим траекториям, максимально защищенно Но что дает размашистый удар? Вот один из топовок боксеров Донатей Уайлдер, который сейчас бьет очень размашисто И является, наверное, одним из топов супертяжелого веса Во-первых, это нестандартный угол, по которому летит удар Поэтому соперник не всегда видит такой размашистый удар И самое главное, это акцент Но перед размашистым ударом обязательно соперника надо закрыть То есть, когда соперник, например, стоит в луковой стойке, мы накидали несколько луковых ударов И соперник уже не видит ваш удар особо, вполне можно размашистый ударить Удар идет более амплитудно Плюс к этому мы можем делать замах следующим образом Можем делать замах корпусом Например, когда мы делаем какой-то уклон Чтобы этот замах был не виден и маскировался от соперника Сделали уклон, таким образом мы сделали тоже определенный замах И отсюда пробили То есть, замах в любом случае нужен Замах имеет акцентированный амплитудный акцент Поэтому замахи я советую делать Но, во-первых, топовые боксеры, они всегда, в общем-то, делают замах, когда им удобно Новичкам, конечно, меньше это стоит делать, меньше звук управлять замахами И те ситуации, в которых мы можем делать замах То есть, когда соперник или поплыл уже Или когда он максимально закрыт, зажат То есть, он уже не видит, откуда пойдет удар На который вы, соответственно, делаете размах Или планируете замахнуться Чао